Кукованя Спросил у соседей, не знают ли кого, а соседи и говорят Недавно на глинке осиротела семья Григория Потопаева Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять А одну девчоночку по шестому году никому не надо Вот ты и возьми ее Так несподручно мне с девчонкой-то Парнишечка бы лучше, обучил бы его своему делу Пособника бы растить стал А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану? Потом подумал-подумал и говорит Знавал я Григория, да и жену его тоже Оба веселые да ловкие были Если девчоночка по родителям пойдет Не тоскливо с ней в избе будет Возьму ее Только вот пойдет ли? Соседи объясняют Плохое житье у нее Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну И велел за это сиротку кормить Пока она не подрастет А у того своя семья больше десятка Сами недосато едят Вот хозяйка и взъедается на сиротку Попрягает ее куском-то Та хоть маленькая, а понимает Обидно ей Как не пойдет от такого житья? Да и уговоришь поди-ка И то правда, отвечает Коко Ваня Уговорю как-нибудь В праздничный день и пришел он к тем людям У кого сиротка жила Видит полна изба народу Больших и маленьких На топчане у печки девчоночка сидит А рядом с ней кошка бурая Девчоночка маленькая и кошка маленькая И до того худая, да ободранная Что редко кто такую в избу-то пустит Девчоночка эту кошку гладит А она до того звонко мурлычет Что по всей избе слышно Поглядел Коко Ваня на девчоночку И спрашивает Это у вас, Григорьева-то, подаренка? А хозяйка отвечает Она самая Мало одной-то Так кошку драную где-то подобрала Отогнать не можем Всех моих ребят Перецарапала Да еще и корми ее А Коко Ваня и говорит Неласковые видны твои ребята У ней вон как мурлычет Потом и спрашивает у сиротки Ну как, подаренушка Пойдешь ко мне жить? Девчоночка удивилась Ты, деда, как узнал, что меня Даренкой-то зовут? Да так, отвечает Само вышло Не думал, не гадал, нечаянно попал Ты хоть кто? Спрашивает девчоночка Я, говорит, вроде охотника Летом пески промываю Золото добываю А зимой по лесам За козлом бегаю Да все увидеть не могу Застрелишь его? Нет, отвечает Коко Ваня Простых козлов стреляю А этого не стану Мне посмотреть охота В котором месте он Правой передней ножкой топнет Хм, тебе это на что? А вот пойдешь ко мне жить Так все и расскажу Ответил Коко Ваня Девчоночке любопытно Стало про козла-то узнать И то видит Старик веселый да ласковый Она и говорит Пойду Только ты эту кошку-муренку Тоже возьми Гляди, какая хорошая Про это, отвечает Коко Ваня Что и говорить Такую звонкую кошку не взять Дураком остаться Вместо балалайки Она у нас в избе будет Хозяйка слышит их разговор Рада, радехонька Что Коко Ваня Сиротку к себе зовет Стало скорее Даренкины пожитки собирать Боится, как бы старик Не передумал Кошка будто тоже понимает Весь разговор Трется у ног-то Да мурлычет Правильно придумал Правильно Вот и повел Коко Ваня Сиротку к себе жить Сам большой да бородатый А она махонькая И носишка пуговкой Идут по улице И кощенка Ободранная за ними Попрыгивает Так и стали Жить вместе Дед Коко Ваня Сиротка Даренка Да кошка Муренка Жили-поживали Добра много не наживали А на житье не плакались И у всякого Дело было Коко Ваня С утра на работу уходил Даренка в избе прибирала По хлебку да кашу варила А кошка Муренка На охоту ходила Мышей ловила К вечеру соберутся И весело им Старик был мастер Сказки сказывать Даренка любила Те сказки слушать А кошка Муренка Лежит да мурлычет Правильно говорит Правильно Только после всякой сказки Даренка напомнит Деда Про козла-то скажи Какой он, а? Какова не отговаривался сперва Потом и рассказал Тот козел особенный У него на правой передней ноге Серебряная копытца В каком месте топнет Этим копытцем Там и появится Дорогой камень Раз топнет Один камень Два топнет Два камня А где ножкой бить станет Там груда Дорогих камней Сказал это Да и не рад стал С той поры У Даренки Только и разговору Что об этом козле Деда А он большой Рассказал ей Куку Ваня Что ростом козел Не выше стола Ножки тоненькие Головка легонькая А Даренка Опять спрашивает Деда А рожки у него есть? Рожки-то Отвечает У него отменные У простых козлов На две веточки А у него На пять веток Деда А он Кого ест? Никого Отвечает Не ест он Травой Да листом Кормится Ну Сено тоже Зимой В сташках Подъедает Деда А шерстка У него Какая? Летом Отвечает Буренькая Как вот у муренки нашей А зимой Серенькая Деда А он Душной? Коковане Даже рассердился Какой же душной? Это домашние козлы Такие бывают А лесной козел Он лесом пахнет Стал осенью Коковане В лес Собираться Надо было ему Поглядеть В какой стороне Козлов Больше пасется Даренка И давай Проситься Возьми Меня Деда С собой Может Я хоть Сдалека Того козлика Ты увижу Коковане Объясняет Ей Сдалека Ты его Не разглядишь У всех Козлов Осенью Рожки Есть Не разберешь Сколько На них Веток Зимой Вот Другое Дело Простые Козлы Безрогие Ходит А этот Серебряные Копытца Всегда С рожками Хоть Летом Хоть Зимой Тогда Его Сдалека Признать Можно Этим И отговорился Осталась Даренка Дома А Коковане В лес Ушел Дней Через пять Воротился Коковане Домой Рассказывает Даренке Ныне В полдневской Стороне Много Козлов Пасется Туда И пойду Зимой А как же Спрашивает Даренка Зимой Ты в лесу Ночевать Станешь Там Отвечает У меня Зимний Балаган У покосных Ложков Поставлен Хороший Балаган С очагом С окошечком Хорошо Там Даренка Опять Спрашивает Серебряная Копытца В той же Стороне Пасется А кто Его знает Может И он Там Даренка Тут и Давай Проситься Возьми Меня Деда С собой Я В балагане Сидеть Буду Может Серебряная Копытца Близко Подойдет Я И погляжу Старик Сперва Руками Замахал Что Ты Что Ты Статочное Ледело Зимой По лесу Маленькой Девчонки Ходить На лыжах Другой Не запросится Вот Он И говорит Ладно Возьму Только Чур В лесу Не реветь И Домой До Времени Не Проситься Как Серебряная Копытца Поймать Жаль Даренке Кошку Свою Оставлять Да Что Поделаешь Гладит Кошку На Прощание Разговаривает С ней Мы Муренка С дедом В лес Пойдем А ты Сиди Дома Мышей Лови Как Увидим Серебряные Копытца Так И Воротимся Я Тебе Тогда Все Расскажу Кошка Лукаво Посматривает А сама Мурлычет Правильно Придумала Правильно Пошли Коко Ваня С Даренкой Все Соседи Дивуются Из ума Выжился Старик Такую Маленькую Девчонку В лес Зимой Повел Как Стали Коко Ваня С Даренкой Из завода Выходить Слышит Собачонки Что-то Сильно Забеспокоились Такой Лай Да Виск Подняли Будто Зверя На улицах Увидали Оглянулись А эта Муренка Середины Улицы Бежит От собак Отбивается Муренка К той Поре Поправилась Большая Да Здоровая Стала Собачонки К ней И подступиться Не смеют Хотела Даренка Кошку Поймать Да Домой Унести Только Где Тебе Добежала Муренка До лесу Да И на сосну Пойди Поймай Ее Покричала Даренка Но не могла Кошку Приманить Что делать Пошли дальше Глядят Муренка Стороной Бежит Так И до балагана Добралась Вот И стало Их В балагане Трое Даренка Хвалится Веселее Так-то Кукованя Поддакивает Известно Веселее А Кошка Муренка Свернулась В клубочком У печки И звонко Мурлычет Правильно Говоришь Правильно Козлов В ту зиму Было Много Это Простых-то Кукованя Каждый день То одного То двух К балагану Притаскивал Шкурок У них Накопилось Козлиного Мяса Насолили На ручных Санках Не увезти Надо Бы В завод За лошадью Сходить Да Как Даренку С кошкой В лесу Оставить А Даренка Попривыкла В лесу Сама Говорит Старику Деда Сходил бы Ты В завод За лошадью Надо Ведь Солонину Домой Перевезти Кукованя Даже Удивился Какая Ты У меня Разумница Дарья Григорьевна Как Большая Рассудила Только Забоишься Пойди Одна Ты Здесь Чего Отвечает Бояться Тут Балаган У нас Крепкий Волкам Не добиться И Муренка Со Мной Не забоюсь В сторону Покосных Ложков И Видит По лесу Какой-то Комочек Катится Как Ближе Подкатился Разглядела Это Козел Бежит Ножки Тоненькие Головка Легонькая А наружках По пяти Веточек Выбежала Даренка Поглядеть А Никого Нет Воротилась Да и Говорит Видно Задремала Я Мне И Показалось Муренка Мурлычет Правильно Говоришь Правильно Легла Даренка Рядом С кошкой Да и Уснула До утра Другой День Прошел Не Воротился Коковань Скучненько Стало Даренке А не Плачет Гладит Муренку Да Приговаривает Не Скучай Муренушка Завтра Деда Непременно Придет Муренка Свою Песенку Поет Правильно Говоришь Правильно Посидела Опять Даренушка У окошка Полюбовалась На звезды Хотела Спать Ложиться Вдруг По стенке Топоток Прошел Испугалась Даренка А то поток По другой стене Потом По той Где окошечко Потом Где дверка А там И сверху Запостукивала Негромко Будто Кто-то Легонький Да Быстрый Ходит Даренка И думает Не козел Ли тот Вчерашний Прибежал И до того Ей захотелось Поглядеть Что и страх Не держит Отворила Дверку Глядит А козел Тут Вовсе Близко Правую Переднюю Ножку Поднял Вот Топнет А на ней Серебряный Копытца Блестит И рожки У козла О пяти Ветках Даренка Не знает Что ей Делать Да и Манит Его Как домашнего Мека Мека Козел На это Как Рассмеялся Повернулся И побежал Пришла А все Поднял А на ней Серебряный Копытца Блестит Муренка Головой Покачивает И козел Тоже Будто Разговаривают Потом Стали По покосным Ложкам Бегать Бежит Бежит Козел Остановится И давай Копытцем Бить Муренка Подбежит Козел Дальше Отскочит И опять Копытцем Бьет Долго Они так По покосным Ложкам Бегали Не видно Их стало Потом Опять К самому Балагану Воротились Тут Вспрыгнул Козел На крышу И давай По ней Серебряным Копытцем Бить Как Искры Из-под Ножки Камешки Посыпались Красные Голубые Зеленые Бирюзовые Да Всякие К этой Поре Как раз Кукувание Вернулся Узнать Своего Балагана Не может Весь Он Как Ворог Дорогих Камней Стал Так И горит Переливается Разными Огнями Наверху Козел Стоит И Все Бьет Да Бьет Серебряным Копытцем А камни Сыплются Да Сыплются Вдруг Муренка Скок Туда же Встала Рядом С козлом Громко Мяукнула И Ни Муренки Ни Серебряного Копытца Не Стала Кукованя Сразу Пол Шапки Камней Нагреб Да Доренка Запросила Не Тронь Деда Завтра Днем Еще На Это Поглядим Кукованя Нагреб Больше ее так и не видели Да и серебряной копытце тоже не показался Потешил раз, и будет А по тем покосным лошкам, где козел скакал Люди камешки находить стали Зелененькие больше Хризалитами называются Видали?